Честь представлять MSGIS Mobile выпала мне. Релиз был на прошлой неделе. В чем он, собственно, заключался? Код у нас открыт с самого начала этого проекта. Все на гитхабе. А на прошлой неделе мы выложили, собственно, мобильное приложение уже в Google Market, где каждый может его скачать. Ну и, соответственно, АПК, у кого маркета нет, он у нас на сайте. Мы на MSGIS.ru выложим. Планчик у нас будет такой. Я вначале расскажу о первой версии MSGIS Mobile, от которой сейчас как раз вторая сменила, а потом о второй. Дальше будет небольшая демонстрация, потом немножко для разработчиков и в конце план на будущее. Ну, ближайшее будущее. Ну, мобильное приложение у нас входит в экосистему программу сучения MSGIS. Основное назначение его это иметь свои данные в поле, то есть оффлайн. Ну и возможность модифицировать как-то, причем как при прямом подключении к сети, так и когда его и нет. Первая версия приложения была выпущена летом 2013 года. Ну вот, вы можете посмотреть на скриншоте, как выглядела первая версия. Приложение создавалось на базе Open Source библиотеки OSM Droid. В приложении было реализовано отображение карты помпаса, навигация по карте, ввод полевых данных, а также отображение вводимых точек на карте, запись треков, отображение координат, скорости, высоты, накопление передачи по сети интернет, на сервере хранения данных о местоположении. Какие были проблемы с первой версией? Ну, после выпуска первой версии мы получили довольно-таки обширный фидбэк, и вот я его попытался свести к таким вот ну, крупным штрихам. Ну, первая проблема – это торможение и подвисание на больших расстройках кэша. Библиотека, на которой устроился OSM Droid, она читает данные прямо изнутри zip-архива, это zip-архив с иерархией папочек внутри, и, соответственно, ну, такой способ чтения, он, ну, довольно-таки медленный. Дальше. В приложении была всего одна форма ввода. Мы попробовали сделать универсальной. Ну, у нас это получилось, но она настолько была универсальной, что никому не нужна. Следующая сложноватая система выгрузки данных. То есть, чтобы забрать данные с устройства, пользователь должен знать, что определенный путь внутри устройства, который, ну, довольно-таки, длинный и запутанный. Это, там, Android, Comments.dis.ru, Mobile и так далее. То есть, все вот это вот внутреннее кухонное приложение. Куда надо было влезать. Следующее. Так как библиотека используется не только в наших продуктах, с Android, она использует общую папку. И получалось так, что другие приложения, которые также на ней построены, они используют одни и те же данные. Получалось так, что пользователь не может так управлять, он не хочет видеть там, в одном приложении данные, там, из нашего приложения, в нашем приложении данные из другого приложения. И также использование библиотеки сказывалось на архитектуре. То есть, основная особенность, что там подразумевается только одна подложка. Это не обязательно должна быть ОСМ, там, ну, любая, которая прописывается, но только одна. Все остальные, вот какие-то данные хочется добавить сверху, это уже входит в понятие верлей и накладывает, ну, особенности на их объем, отрисовку и так далее. И еще одна особенность, в библиотеке очень много специфичного для ОСМ-кода. Там, отправка какой-то информации, там, обработка какой-то специфических ОСМ-данных и так далее. Ну, вот, все эти особенности мы попробовали решить во второй версии. Какие вот, ну, основные возможности приложения? Первую мы убрали в библиотеку ОСМ-дроид. То есть, мы сделали полностью отрисовку свою карту. Теперь нет вот понятия подложки и оверлеев. У нас есть карта, она состоит из флоев. Ну, плюс, есть дополнительные поверх карты оверлея, которые, ну, они особым образом рисуются. Следующее. Приложение адаптировано на год данных. То есть, это не навигатор, это не замена Яндекс.Кар, не замена, там, СМИ и так далее. То есть, это вот именно для полевого сбора. Оно на это, как бы, заточено. Здесь есть стандартная форма водоредактирования. Оно берет перечень полей из векторных данных и представляет их в виде вот такого списка названия «Поле значения». Или «Поле значения». Или «Поле значения». Ну, и в перспективе будут еще пользоваться и формы. Сейчас вот в той версии, которую выложили на маркет, они еще не поддерживаются. И еще одна была особенность. Производителей телефонов много. Они по-разному организуют хранение на них данных. Кто-то разделяет всю память там на части, кто-то всем объемом дает. И очень часто получается, когда, ну, система операционная сама Android решает, что программа будет лежать тут-то, а данные будет хранить тут-то. Хотя он пользовался там 64-гиговая карта, и он хочет, чтобы данные его лежали там. Там огромные снимки и еще что-то. Вот. Во второй версии вы можете указать конкретную пакту, где будут лежать вот эти все ваши тяжелые данные. И при этом, даже если уже что-то надведено, оно будет просто перенесено в эту папку. Так как мы существенно перерабатывали приложение, то появилась возможность сделать его в современном дизайне. То есть мы использовали гайдлайн Google. Это вот так называемый Material Design. Ну, соответственно, вместо Action Bar Toolbar используется топка, так называемый, FAB с основным назначением приложения. Но, ну, как бы, исходя из запроса нашего заказчика, мы стали совместимы с предыдущей версией. Ну, вот, я здесь специально скриншот привел такого особого устройства. Это, ватарома, интерфайс таблет, под которое для Рослеззащиты мы как раз адаптируем приложение. И вот вторая версия также на нем вполне работает. Ну, теперь по какие данные, собственно, поддерживать, как можно с ними работать в новой версии приложения. Это могут быть локальные данные и данные из сети интернет. В качестве источников локальных данных, соответственно, принимается формат GeoJSON. Там есть ряд особенностей. Во-первых, в системе координат может быть только VGS 84, 4526, и WebMercator 3857. Другие системы координата не поддерживаются. Следующая особенность. В JSON-е должен быть только одна типа геометрии. Если там будет намешано разные типы геометрии, то первая, которая выдаст парсер в JSON-е строчках геометрии, будет принята за основной, а остальные записи будут выкидываться как не нужно. И еще одна особенность. То есть формат JSON позволяет для разных записей разный состав атрибутов представлять. Так вот, из тех записей, из которых будут импортированы слой мобильного приложения векторный, будет отбираться максимальное количество атрибутов. То есть будет формироваться обычная, ну, плоская таблица с атрибутами. С максимальным количеством. Второй тип локальных данных сейчас поддержим, это так называемый ZipArchive. Это тот самый всем знакомый с тайловой кэш, заподобленный ZipArchive, но с учетом тех сложностей, с которой сталкивались пользователи, мы немножко упростили к нему требованиям. То есть, если раньше это было жесткое требование, что там должно быть в корне обязательно папочка, определенное название, и сам архив в определенном месте лежать должен, то сейчас можно либо в корне архива сразу идти соответствующий уровень X, или уровень зума, либо любая папка в корне должна быть с любым названием. Ну, вот более глубокая уже иерархия не поддерживает. Ну, уже вполне проще этим управляться. Локальный, значит, источник данных, он выбирается с помощью системного пикера, тоже вот сейчас получили фидбэк по поводу его отсутствия наличия на разных версиях Android, ну, будем решать проблему, соответствующий пикер в маркетинге. Системный пикер, чтобы понимать, почему мы именно этим путем пошли, он не только позволяет файлы выбирать память устройства, но и поддерживает выбор других источников данных, например, там, облачный хранилище Dropbox, Google диск, Ямбекс диск и так далее. То есть, вы или вам могут сбросить тот же JSON, просто вот кинуть его в Dropbox, если телефон его подсосет, то запустил приложение, может просто выбросить его и подгрузить мобильное приложение. Теперь с удаленными источниками. Сейчас это так называемый формат тайловой ТМС, или как еще его и называют, X, Y, Z. Вот здесь на стрельшоте представлены стандартная форма, которая позволяет создать подключение к такому источнику. В нем указывается двух названия слоя, соответственно, путь. Это такой зашифрованный, не зашифрованный, а специальный образом закодированный URL-адус. Там надо будет поставить, соответственно, в какие места будет записываться конкретное значение x, y и xz. Ну, дальше в форме, вы видите, есть схема тайлов, там существует их две. Это стандартный, как у Google, у Яндекса, у OSM, когда идёт нумерация тайлов сверху вниз. И также есть такой стандарт TMS от OFGEO, там они вышли снизу версии. Ну и плюс, если система закрыта, и у вас тайлы свои как-то, то можно обеспечить, опять же, доступ к нашему мобильному приложению, если поддерживается HTTP Basic Health. Таким тайлом будет обеспечен доступ. Тайлы, которые вы просматриваете, они сохраняются для скорости устройства, то есть он каждый раз в интернет не ходит. И даже если потом интернет вдруг попал, доступ к ним останется. Единственное, там стоит стандартное, как для OSM, время жизни тайла 7 дней. То есть по прошествии 7 дней проверяется время создания, и будет тайл пытаться перекачивать из интернета. Ну вот, теперь мы перейдём к демонстрации собственного мобильного приложения. Трансорный проектор будет переключить. Так выглядит интерфейс Negris Mobile. Сверху, как я говорил, находится тулбан с нового элемента управления. Снизу панель информации, которую можно через настройки выключить. Справа большая круглая, это так называемая FAB, кнопка основного приложения. На нём видны способы как раз ввода полевых данных. Это первое, запись обхода. Второе, создание произвольной геометрии в нужном слое. И третье, это добавление на текущие точки. Ну и справа элемент управления приблизить удалить, который можно скрыть в настройках приложения. Дальше сверху видите стандартную кнопочку показа драулера. Вот я его открою. Здесь мы видим перечень слоёв. У них довольно-таки много. Часть из них, можно посмотреть, отключена, не показывается. Часть показывается. Дальше в тулбаре с лево-направо идёт кнопка центрирования по текущим координатам. Далее кнопка перерисовки экрана. Иногда, особенно когда связь то есть, то нет, экран не дорисовывается. И стоит его обновить. А также при сдвиге или кнопке перерисовки она начинает отрисовываться, показывает, что происходит какой-то процесс. Следующая кнопочка это старт и остановка записи трека. Далее то, что не поместилось, помещается в меню. Если на планшете, там кнопка влезает больше, они могут в это меню не уходить. Здесь, соответственно, пункт добавить слой, который открывает саб-меню с выбором локальный или веб. Далее настройки, ну и о программе. Давайте посмотрим, что у нас в настройках. Здесь есть, опять же, несколько разделов. Это, собственно, настройка карты. Где, как я и говорил, можно включить и выключить панель статуса. Потом показывать или не показывать текущие мускоположения. Отключать или не отключать экран. И показывать кнопки управления масштабом. Также здесь можно выставить формат вывода координат. Он используется, но пока только в панели статуса. В принципе, далее будет использоваться и в других местах. И последнее, это как раз путь к картам. Здесь можно указать, собственно, где вы хотите разместить ваши данные. То есть не обязательно там, где по умолчанию предлагают устройство. Это, как раз видите, по умолчанию оно ставится и предлагает установить по такому страшному пути. В принципе, можно указать какое-то другое, более удобное местоположение. Потом, следующий пункт, это настройки местоположения. Он влияет на показ текущего местоположения. И еще на координаты, которые снимаются в виде точки текущей. Когда вы хотите точечную координат, например, поставить. И следующий пункт влияет на запись треков. Здесь как раз, опять же, определяется точность определения из положений. Можно выбрать, либо только брать по GPS, либо брать по другим сетям. Это Wi-Fi и телефонная сеть. Или по тем и другим. Но для треков по умолчанию стоит специальный GPS. Потому что для остальных сетей там километровые ошибки. И смешиваясь, получится довольно странное что-то. Ну, дальше, минимальное время обновления. Здесь мы проводим небольшие исследования. Когда время стоит как можно чаще, то могут быть выбросы. При каком-то небольшом накоплении система позволяет эти выбросы устранять. Возможно, это от устройства зависит и от операционной системы. И минимальное расстояние. Чем чаще точки, тем больше, соответственно, плавный трек. Но он будет больше весить, будет медленнее все рисоваться и показываться. Ну, по умолчанию стоит есть метр. В принципе, есть наиболее часто. Все зависит от того, откуда трек пишется. Потом это одна частота, на отраску другая и так далее. Ну, последний пункт, он еще в разработке идет. Это как раз мы на нем остановимся в планах на будущем. Пока не буду особо на нем останавливаться, хотя в релизной версии уже нет. Ну, дальше, опять же, возвращаясь к нему, давайте добавим слой. Ну, вот возьмем локальный слой. Вот открывается стандартный пикер. У меня версия 4, по идее должен открываться вот такой стандартный пикер. В принципе, иногда в настройках там стоит не показывать файлы и так далее. Поэтому, ну, стоит, если вдруг пикер открывается пока только фотографии или там аудиофайлы, возможно, просто в настройках нужно выставить необходимое. Что надо поставить, я не понял. Там все галочки стоят. Все галочки надо поставить. Устройство и... Нет, там размер показывают, что нужно на устройстве. У некоторых версиях андроида там еще есть. Там показывают только мультимедиа. Да, разные варианты. Вот. Ну, возьмем первый вариант. Вот у меня здесь есть разные файлы с гео-джинсоном. Ну, вот, например, лэп, мини электропередач. Вот, создаем этот слой. Производится загрузка во внутренний формат приложения. Ну, вот видите, вот возникли уже в изображении вот эти зеленые линии. Это и есть лэп. Ну, выглядит это не совсем как бы понятно. Давайте поменяем внешний вид. Ну, что-то красненькое. Таким образом я изменил внешний вид, да. Давайте еще добавим какой-то слой. Тоже из локальных. Ну, растительных. Ну, опять же, очень часто спрашивают, откуда взять гео-джинсон, что это такое и вообще откуда он берется. В принципе, это довольно-таки распространенный формат. Ну, адаптировался он для вебов. Самый простой способ это взять QGIS, взять ваши данные. QGIS поддерживает множество форматов и просто нажать сохранить карту. Вы получите гео-джинсон, но с учетом тех особенностей, которые я говорил. Если там все нормально, то он будет вполне валидно загружен. Ну, вот, добавились определенные растительности. Как раз это взято с карты. Как раз вот я брал в QGIS формат sxf карта. И вот очень хорошо видно по срезам, что тут как раз проходит граница исток. Ну, данные мы загрузили. Локальный вектор набрать. Я заранее уже с помощью QTails подготовил растительный кэш. Ну, как и говорил, это уже обычный zip-архив. Ну, QTails по умолчанию делает так, чтобы особо ничего выбирать не надо. Это нужно просто создать. Ну, вот открылся растительный слой. Давайте его опустим пониже. Чтобы перемещать слои в дереве слоев, надо долгим тапом перейти в режим сменения и просто прекращать. Ну, вот, я порядок слоев изменил. Данные мы рисовали. И все. Ну, вот. Ну, теперь, собственно, к редактированию данных стоит перейти. Как это выглядит. Ну, обход мы не будем делать, потому что для этого у нас GPS. Возьмем вот создание произвольного геометрия. При нажатии на эту кнопочку открывается диалог. Особенность какая? В этом диалоге вы увидите вот слои, которые у вас включены на видимость. То есть, вот у меня там, видели, в списке очень много слоев. А здесь вот всего 2 мин. Почему? Потому что эти два слоя включены для того, чтобы они отображались. Ну, вот тип слоя. Я взял растительный слой. В данном случае он полигональный. Соответственно, открылся нижний статус бар. Ну, вот я включу. Вот так, наверное, линея. В нем по порядку. Первая кнопочка в самом левом углу. Галочка. Это завершение этого режима. Режимы редактирования. Дальше идет кнопка добавления полигона. Удаление полигона выделенного. Удаление точки из полигона. Перенос выделенной точки в центр экрана. Далее перенос точки в текущие координаты. И изменение атрибута для имеющихся методов. К сожалению, стиль новых сам Android, он не позволяет как-то идентифицировать, какая кнопка заблокирована или нет. У нас, в принципе, есть такие. Мы, наверное, будем какие-то другие иконки подставлять, чтобы как-то обозначить. Потому что, если мы будем все время удалять не нужные... Ну, те действия, которые сейчас запрещены, то он будет прыгать и пользоваться неудобно. Ну, вот добавим полигон. При нажатии на кнопочку «Добавить полигон» создается стандартный полигон из трех точек, которые можно растягивать. Три больших точки – это, собственно, основные. Ну, вернее, точки, из которых состоит полигон. Три маленьких – это дополнительные точки, потянуть за которые вы будете просто добавлять новую точку в эту фигуру. Опять же, можно обратить внимание, в тутбаре изменилось состояние слева полигона тискета. То есть она символизирует на том, что, нажав ее, мы сохраним. Вернее, даже не сохраним, а откроем диалог добавления этих атрибутов. А уже в этом диалоге, если мы поставим применить, тогда геометрия сохранится. Ну, геометрия и атрибутиков. Чтобы изменить конфигурацию полигона, можно взять вот такой вот пикер, такой он таскается. Можно использовать, как я говорил, кнопку «Переместить в центр». Видите, в центре красный крест. По нажатию на кнопочку будет, соответственно, перемещено в это местоположение. Ну, далее, выбирая дополнительные точки, можно менять уже конфигурацию фигуры. Ну, довольно просто там выбивать на месте. Но если какая-то точка лишняя, то можно ее, соответственно, удалить. Вот я точку удалил. Дальше, предположим, что все хорошо, я хочу эту фигуру как-то сохранить. Я нажимаю на дискетку, открывается стандартный диалог изменения атрибутов. Стандартный диалог, он поменится следующим образом. Берется наименование поля в зависимости от его типа. То есть тип может быть как текст, цифра, дата, да и все, пожалуй. Для текста и цифр, соответственно, это будет текстное поле, для даты это будет пикер, специальная дата. И здесь можно какие-то уже загнать информацию. В данном случае поле имеет только цифровое, поэтому открывается клавиатура для цифр. Вот я заполнил, нажимаю далее, он перешел на следующее поле. Это поле уже текстовое, поэтому можно заполнять что-то в виде текста. Далее опять поле поддержки цифровой глад. Ну и последнее поле можно ввести, и открытие готово, клавиатура скрывается. И вот в верхнем статусе мы видим, опять же, есть следующий инструмент. Стрелка назад, отмена, галочка это сохранить, крестик опять отмена, и переход в настройках будет отмена, но можно будет что-то поменять. Сохраним. Вот создался этот огромный лесной массив. Далее, возьмем какую-нибудь имеющуюся геометрию. Ну, для того, чтобы более точно попадать, конечно, лучше увеличивать зумирование. В этом режиме все зумы, все работает. То есть устройство спокойно поддерживает. Сейчас вот я перешел на уровень зума, когда у меня нет в кэше тайлов. Попытался из интернета это потянуть, но не удалось. Здесь что можно? Ну, удалиться на эту геометрию или изменить атрибуты. Вот я нажимаю правую клавишку. Вот здесь как раз всем знакомы по панораме классификатор и значения. Здесь можно что-то поменять. Это, опять же, я говорю, диалог стандартный, который не поддерживает каких-то специфических вещей. Специфические вещи, где ограничение на поля вводы и так далее, это будет как раз на правилах фона. А не далее. Ну вот я сменил атрибуты и сохранил эту информацию. Ну дальше, если редактирование завершено, нажимаем галочку, вернулись в режим обычного отображения. Ну и в заключение давайте добавим еще один тип слоя. В данном случае это тип слоя из веба. Ну название. Тест. В качестве урала я сейчас возьму, уже заранее заготовлен, чтобы не выбирать этот длинный круг. Списочек. Продолжение следует. Продолжение следует. Не тороплюсь. Продолжение следует. Ну вот пример сформированной строчки для подключения ТМС. Сейчас мы ее выделим. Все остальное по умолчанию, доступ порой не надо. И вот именно создаем. Ну как видите, он сразу из интернета начал подтягивать данные слои. Слой, соответственно, добавляется на самый верх. Так, ну я вроде по основным прошелся. Теперь давайте обратно в презентацию вращаться. По поводу архитектуры самоприложения. Так, ну по основным я, как я уже спрошелся. Как я говорил, мы уже сильно переработали. И разделили тот код даже, который у нас был в первой версии, на три крупных части. Это две библиотеки и, собственно, слои приложения, которые введены. Первая библиотека Моблид, вторая Моблид Куи, ну и, собственно, десанты. Соответственно, на каждой из этих компонентов заведена отдельная репозитория. Что такое библиотека Моблид? Туда мы вынесли, собственно, карту. Ну карту это как именно набор слоев. Дальше, групповые слои и слои данных. То есть в API существует уже понятие такого группового слоя. В интерфейсе пока не вынесено, ну потому что не было необходимости. Но он позволяет с такими вещами работать. Дальше, работа с векторными данными. Это чтение и запись из различных форматов. Ну формат, значит, пока делается сон, ну и веб-буски. Контент-провайдер, это такая системная андроид штука, которая позволяет обращаться к данным из различных приложений унифицированным образом. Ну, блок взаимодействия МГВ. То, что вы видели в меню настроек, пока он еще был в разработке. Ход связан с адресовкой. Это, собственно, основной хоз, стиль, рендер и так далее. Ну и вспомогательный класс. Мэп липует. Мы вынесли пользовательский интерфейс. То, что вот я сейчас, когда приложение нажимал, открываются разные диалоги. Часть из них уберутся из этой библиотеки. То есть если нужно в своем приложении что-то такое реализовать, можно спокойно взять. Там располагаются активики, диалоги, фрагменты. Часть настроек приложений. Погоди секунду. То, что иногда волны пошли по экрану. Бывает. Может поставить проектор? Нет, это нормально. Это в камеру что-то. А, в камеру? Ну, я уже заканчиваю. Ну и вот, ближайшие планы. Сейчас мы выпустили версия, она называется 2.1. Сейчас в маркете уже 2.1.1. Потому что в тот же день там пришел фидбэк. Мы столько много тестировали приложений, а именно переход от 1 к 2 не протестировали. Там имеющиеся в пользу дальние они, как зависит, несовместимо приводили к подниму. Поэтому быстренько подправили. Сейчас там 2.1.1.1. В принципе до 2.2 может быть еще будет один или два корректирующих рейда. 2.2. Что будет? Это автоматическое центрирование карты при движении. Сейчас у нас этого нет. Удобно при движении на автомобиле. Да и пешком в принципе тоже. Следующее. Это, собственно, поддержка пользовательских форм. Оно будет, скорее всего, совмещено с релизом Form Builder. Это настольная программа, которая позволяет эти формы делать. То есть они друг другу дружат. Ну и совершенно не пользуется свой интерфейс. То есть то, что там накидали кучу отличных идей по более удобным, используемым приложениям. Далее. Следующий релиз. Это ориентировочный сентябрь. Там будет уже интеграция с другим нашим продуктом. Это серверный GIS. Мобильное приложение над ним будет нативно работать. То есть так же можно будет, как вот я сейчас локальный слайд подключал, включать их из вот этого серверного приложения и исправлять. И они будут синхронно передаваться информацией. Далее экспорт треков GPX. Тоже востребованные возможности. Потому что сейчас смотряки пишем. Их можно накапливать, смотреть, включать, выключать. Я это не демонстрирую, потому что оно в помещении просто GPS плохое. Но возможности экспорта пока нет. Вот в планах. Далее. Поддержка новых типов геометрии. Сейчас у нас поддерживается точка-мультиточка, линия, полигон. То есть пока нет мультилинии, мульти-полигон. Если у вас данные именно в этом формате, не будут довольны. Поэтому вы когда из QGIS даже экспортируете, не поленитесь, откройте, делать же сумки, смотрите. Это текстовый формат. Там сразу видно, это мульти или не мульти. Если мульти, там есть следствие перевода из мульти в обычный. Потому что для полигона, для линий. Будет удивительно, почему я груз данные. Они никуда не грузятся. Какой-то мощной нынешней обработки специальных ситуаций не делал. Потому что это вопрос скорого решения. Следующая очень важная возможность, добавление фода к записям. Причем с учетом даже интеграции с мульти-слойерами. То есть если у вас локальные данные, у них локальные будут добавляться. Если данные хранятся в сервере, не знаю, будут туда передаваться. Ну и инструменты измерения расстояния и площади. В принципе, будет еще много чего. Ну вот из крупных, то что я перечислил. Дима, а насчет оформлений? Как я показывал в настройках, там сейчас оформление очень ухоженное. Это будет просто в тот диалог добавлено. Я же показывал. Когда я добавлял геометрию, я заходил в настройки слоя и менял цвет. А на самом деле у рендерера, у векторного, у него много параметров. Десятки там просто. Толщина линии, заливка. Какой версии? Ну как. Как-то пойдет, да. Дима, у меня вопрос. Я немного проплопал про систему координат. Да. Он Google Mercator, да, поддерживает? Да. И векторные данные еще в VGS84 тоже поддерживает. Он просто будет их перепроецировать. Широта-долгота, да? Да. Хорошо. А вот есть ли мысли начать поддержку такого формата, как MBT? А мы с ним поигрались. Там очень большое падение скорости, если его нативно читать. Просто вот в Android, там они easy почитали. Медленно. Попробовали MBT? Все равно медленно. То есть там вот реально мы прогнали на MBT? И скорость на два порядка ниже, чем просто читать эти же тайлики с диска. Поэтому мы остановились в вариант, ну как в принципе и все другие делают. Там Google, Яндекс, у них просто тайлики. Ну там у них чисто просто картинки. У них соответственно там свой формат хранения. Он хранится с диска и читается с диска. Ну в контейнер, что ли. Вот есть планы, вы можете видеть в треке. Потому что там у нас миллион тикетов. Которые хэдсментом, это то, что мы хотим добавлять. Это не ошибка, это именно в развитии приложения. Поддержка других форматов. Потому что, например, с GeoJSON, опять же мы увидим по пользователю. Ну вот ставим пользователю GeoJSON 100 МБ. Огромное количество данных. Но Android он вынужден весь в память запихнуть. И чтобы парсить. На этом Memory Overflow и падение. То есть нужен какой-то формат, который можно построчно считывать. Ну вот, то есть Keylight может быть. Это да, это то есть задача, которую мы понимаем и надо будет решать. А шейкспайл это не очень экономично, да? Почему? Вот опять же в развитии. Сейчас у нас рендер полностью на Яме сделан. Можете посмотреть, да, он медленнее работает. Того же там Яндекса, Google и так далее. Потому что у них сделан на нативном. То есть он не на Ямске, он работает обычный сишный код. Который довольно-таки быстро рисуют. Мы хотим тоже это попробовать. Если это получится, ну там будет какой-то джидал, видимо. Ну и соответственно шейк тоже будет. И мы сжидали не вырвать клещами. Спасибо. Ещё? Вопросы? Поддержка панорамного классификатора когда уже троится? Потому что я просто показал. Панорамного, можно сказать, нативно поддерживал. Замираем. Хорошо. Ну, Артём, паузу сделаем. Только это мог быть. Есть несколько людей. Он спрашивает. Как влияет использование программы на энергопотребление? Мы до сих пор вынуждены использовать бумажные блоки. Только потому что смартфона хватает максимум на сутки. Ну здесь... А на сколько они уходят? Люкпекан. На месяц. Вопрос в принципе хороший. Сама программа никаких дополнительных нагрузок делать не должна. За счёт чего вы можете высадить батарею с помощью нашей программы? Первое. Всё время включен экран. Второе. Пишется трек. То есть активно используйте GPS. Он тоже очень хорошо пушит батареи. Всё операция редактирования и так далее. Ну там никаких сверх... Каких-то энерго... Вот... Функций не делается. Мы специально вынесли всю предобработку и пускобработку на настольное устройство. То есть на устройстве вы работаете всегда в одной системе координат. Никаких каких-то сложных вычислений не делает. Специально вот для экономии. В принципе, когда мы ставили окраничному заказчику именно аппаратные средства с задачей, чтобы работал больше суток, мы дополнительно... Но это был планшет, правда. То есть там... Ну там что-то он сам по себе дольше живёт. Но всё равно в комплекте докупали отдельную вот аккумуляторную батарею. Ну... Зарядку такую. На сколько хватало? На сколько хватало? Ну... Ждём фидбэка пока, как бы... Просто засчитывать своим огромным девайсом... Это у них... Это они закупали, но такой не стали, как бы... Брагом, сходя из... Ну... Тяжеловат он, как минимум. Хотя... Ну... Зато защита неплохая. Именно вот в плане физической там... IP67, наверное. То есть... Если кратко отвечать на вопрос, как Ленин использует программное энергопотребление... Ответ? Не можете... Так же, как и всех. И аналогиши. Понятно. Тариф побольше, экран поменьше, проц тоже поменьше. Ну, тестирование никакого мы не делали, да, пока? Причём наш кофе... Бумажные бланки берём с собой... На всякий пожарный. Так... Полевой дневник... Угу... Простой вопрос. ZIP-архив и MB-Tiles это одно и то же? Нет, это разные вещи. В общем, причем отчасти. Просто если действительно большие объёмы MB-Tiles нарезанных уже имеются, напишите в форумы, мы действительно стоит добавить поддержку такого формата, как входного. Как найти его? Как входного? Мы же сейчас архив распаковываем При процессе Так же распаковывать У нас же не просто Программа работает как архиватор В процессе распаковки проверяются все тайлы Смотрится для каждого уровня Зума хватит Чтобы при отрисовке Если запрос идет вне этой зоны Просто не дернет этот слой Да, такой тип индекс Понятно Вова опять спрашивает Для чего символ галки? То есть он сначала спрашивал Зачем дискета И я ему вроде ответил Показывает, что что-то изменилось И можно сохранять Про галку я же сказал Это завершение активности В данном случае Активность редактированная Целикон Да Соответственно меняет После ее нажатия Мы как сделали При редактировании Скрывается информационная панель Открывается на месте Стункция редактирования И уже как бы все Сессия редактирования Открывается Открывается сессия просмотра Ну да Другая Другая Так Вот эти пожелания Классифицируем А потом Джосует все-таки Векторный редактор Да Мы говорим О мобильном приложении Поэтому Не Если там фрилайн Может быть Главная формулировка Вопросов Почему в планах нет удобства Создания линий В планах надо писать Удобное создание Видеть Сейчас только где угол Сейчас просто да Сейчас Не надо создать Не угол Не угол Не угол Видите Да Андроид это обязательное Условие Будет ли работать По другим GIS Ну наверное ОС 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 Будет ли поддержка Бунту ТОич Кого? Бунту ТОич Бунту ТОич ТОич Я не знаю что это такое Бунту ТОич Это единственный телефон С одной операционной системы Которую никто не видит Сейчас дай мне хоть один вид Сейчас Поддерживали процессор Байкал 2М Нет? Почему нет селфиша? Почему нет селфиша? Почему нет селфиша? Да По-моему для таких устройств Интегрируем Роутеров Ну да Он очень полезен для роутера Ходить с роутером можно По тайги Сам так греет Так Хорошо То есть Ещё раз про iOS Что там? Планируют Планируют Ты планируешь? Да Планируешь Мы хотим как минимум Рангэнерс В учетом того что На Тиме надо переводить Формат Сделать Чтобы Ну так как это будет C Который и там и там работает Чтобы он работал на обоих устройствах Как это? Ну Вопрос Ресерча Так Вопрос В качестве данных Может ли Можно ли использовать Пути к фото? Вот То есть Пути Значит Чтобы подключить фото Которое лежит в телефоне Допустим Я сфотографировал объект И ввел в виде точки Ну Добавление Снимка Ну То что в маркете Выложено Вы можете сделать только там Поле пустое Куда там Нормание этой фоточки Добавлять Естественно Это неудобно Как уже отмечалось Будет В следующем ревизе Как раз Пользовательские формы Где вы можете Прямо сразу Ставить точку И Подзаполнять ремутов Добавлять одну Или даже несколько Фотографик То есть один из контролов Этой формы Будет снять фото Да Причем оно будет Прикрепляться К записи И потом Можете вынимать В этом контроле Да Будет скорее всего Пикер взять Фото Уже снятое Настрой То есть 2-2 Я всех идем Да С нового Ну ты сам-то пробовал Лени С нового Я, честно говоря, попробовал Точки и полигоны У меня равно Почему? Теревходом выходили С всей толпой Али ничего не сказал Да? Потому что здесь нет GPS Ааа Ну ты словами Могу вырвать там С словами Я сказал Сосредоточен Всем ты с вами На видение Вернись-ка там Я не могу Я взорваться Наверное Хорошо Так, ладно Значит тут Пока вроде все Если в чате еще вопросы будут Вы их задавайте Я к нему вернусь Вроде бы я на все ответил Почему так много Нож в сам числе обращаешься Вова Я говорю Вова Вова Ты точно слышишь Я не знаю Вы меня слышите? Как там уже там Ну не важно Окей Значит Не важно Так ответите В конце концов В конце концов Это же не при трансляции Да? Не Он задает вопрос Значит Ну да Значит кто-то слышит Кто-нибудь Дайте ответы Потом надо будет их воспроизвести Значит Давай В форуме теперь В форуме спрашивают Тоже много стран Ну да Типа есть ли ограничения по географии Например В Бразилии Можно использовать? Нет ограничений Годи, а как с отрицательными координатами Ты пробовал что-нибудь туда запилить? Нет, не пробовал А у него не было еще пока поездки туда То есть как только он повторял Бразилию Мы сразу знаем Можете Да? Ограничения мы не вводили специальных Единственное Там есть нюанс У нас Мы сделали Карту Ну вот Если посмотреть Разные приложения Яндекса Гугл ГИС У всех Разные подходы К виду Когда карта целиком видна В Яндексе Вы видите Пластину Можете отдалиться Приблизиться Границы четко видны Гугли Она как бы Зациклена По кругу То есть вы переходя 180 И дальше можете крутить и крутить Вот мы это так же сделали То есть Вы отъехать целиком Чтобы всю пластину видеть не можете То есть При старте Выбирается максимальная зумба Сходя из того Чтобы влезали в полюса Но при этом Как бы за полюсами Ничего не было видно То есть Право влево Крутите А как она работает со 180 меридианом? Ну вот При вводе данных Я думаю будет все плохо Мой специальный Вернее аптекет есть Там док 180 Там Это называется Ну Валидация геометрии при вводе То есть там Само пересечение Пожалуйста Все это как бы Поддерживается Ну В отрицательном плане То есть По идее Редактор надо уточнять Чтобы он отслеживал такие вещи То есть При 180 обрезал При Само пересечении Товочку ставил И так далее Ну В рамках развития Надо делать А на северном полюсе тоже Работать не будет? Да Вот нефтяники Интересуются А что делать? Ведь 3087 обрезано Там 8080 Каким-то Заказывать доработку Чтобы учитывало Да Сейчас не учитывается Но с учетом того Что мы Мишек фотографировать Мы делали Математику Можно подправить Под конкретный запрос Нет А если слой Например 43-26 Он же должен снимать Или нет? Мы все равно 38-57 Все переводили Чтобы не было лишних пересчетов Устройство Экономило энергию А насколько это Приколочено? Это не сильно Приколочено Отколотить можно Но все равно Так понимаю Не покажут Почему не покажут? А что значит отколотить? Нет С учетом Экономерного рендерга Если там Действительно Все будет хорошо Но Ничего Вообще Переполуцирован Не обязательно Приколочено Система координат Но В каркуте Наиболее распространено 43-26 3-8-57 Еще Чем-нибудь Не обязательно Приколочено Да Вполне Может быть Окей Так Хорошо Значит По поводу площади Нет Тут довольно много По поводу площади Приколочного объекта Длины Ты сказал Да 2-3 2-3 Которые В сентябре Сейчас Пока не очень Но будет Нет Там все актуально Но нельзя Объять необъятное Смотрите Там у нас Под 90 Тикетов Которые У нас Делайте Да Пожалуйста Присоединяйтесь Назначать условные знаки С СВГ точки То же самое Надо тикет завести Такой Ну а на сколько это вообще Хорошая Ну а что Мне кажется Это как-то не очень Да Уже рендеринг Получается С СВГ Очень долгий Тяжелый Рендеринг Он тебе назначал Точечку Точечку Ее отображаешь Нет Это можно и сделать Просто Надо отдельно делать Рендеры Сейчас у нас Скажем так Реализованы Так называемый Симпл рендеры Для точки линии полигона И вот Один то что Женя Упоминал Более-менее Продвинутый С С правилами Да Тут и вопросы До Какого может быть Загрузить проект Углис Прямо куда С симплодикой Недалеко Можно сейчас Но вряд ли Не Все 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 Работает Да Нет Я уже вынул Просто такого не было Ну почему А то похоже Как раз Варгисе есть Можно взять проект Какой-то Он что-то почистит Коллектор грузит То же самое Проект целиком Со стилем Нет Там много 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 Ограничений Которые Половина Проекта Приходится Выкидывать Ну это понятно Поэтому Есть Повод Подумать Причем Только Не стоит Закапывать Так Хорошо Вот Все Спрашивают С подписями У нас Поле Указание Поле У нас В IP Конечно Презусмотрен Но пока Подписи Не выводятся Рендер Подписи Вводить Пока не позвонят Но с учетом того Что мы уже начали Из-за того что Экономит Энер Подписи Нарезать Путался И подкладывать Товарищ Адский Кефир 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 66 Опять спрашивают Есть ли функционалоподсчет Классидейр Расстояние Видимо меня не слышат Так что сказали Нету Но может быть Когда нибудь будет Не Не может быть А нам Сделать Тема разваливается На две части Если Настраиваем форму Как мы сказали Будем 2.2 Вместе с формбилдером Это позволяет В настольном приложении Как раз подготовить Форму Вместе с данными Ну или хотя бы Со структуры данных И загрузить на устройство Предположим Вы в поле Понимаете Что надо поле добавить Это другое То что ты предлагал Кстати тикет не завел Создание прямо на устройстве Слоя С указанием как раз Молее Создание слоя Но тикета такого нету Видимо Никому не надо Да Но соответственно Если в создании Есть слоя То его Изменения Там Добавление Удаление Возможно ли Добавление запрета Редактирования объектов Слоя Допустим Сделали вектор Все возможно Который тоже Является основой Для дальнейшей работы А юзер взял в нем И покопался Опять Все закатывается Очень проблемно А как можно ограничиться И чуть не очень Ну вообще обычно Это Редактор субтитров